Госинспекция труда в Чувашской Республике обнародовала данные о выплатах зарплат в уходящем году. Сегодня задолженность перед своими сотрудниками имеют 8 организаций, а общая сумма невыданных зарплат около 60 миллионов рублей. Данные приводятся без учета субъектов малого предпринимательства. Половина этой суммы, около 30 миллионов, не додали работникам организации, находящиеся в процессе конкурсного производства. Самые главные должники – предприятие строительной и обрабатывающей отрасли. На их долю приходится более 80% всей задолженности. Если брать в разрезе городов, в черном списке – Новочебоксарск и Чебоксары, что неудивительно. Кстати, по сравнению с началом года, объем невыплаченных зарплат сократился на треть, то есть на 23 миллиона рублей. Этому в немалой степени способствовали сотрудники Госинспекции труда в Чувашской Республике. За год они провели 775 различных проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и 210 из них именно по оплате труда. За нарушение оштрафованы 318 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 13 юридических лиц. Инспекторы составили свой рейтинг наиболее распространенных нарушений, в котором на первом месте задержки выплаты зарплаты, оплата отпусков, недоплата за сверхурочную работу. В следующем году, надеются в инспекции, работодатели станут дисциплинированнее по отношению к своим сотрудникам. Хочется пожелать, чтобы заработную плату выплачивали своевременно, без задержек. В день увольнения с работниками производили полный расчет и не забывали выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Указанные нарушения часто допускают с работодателями. Ну и выдавали трудовую книжку в день увольнения в руки работнику.